Радио Болтком Ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас сегодня из Антабли Хотя, как вы всегда говорят, солнечный город В этот раз осень нас оставила очень рада Летом не случалось Но, когда я смотрю погоду в Москве и в Риге Понимаю, что везде точно так же Но помимо погоды нас греет что? Конечно же, классическая музыка И сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник Гитарист, композитор Президент Московской гитарной ассоциации Вот это напутало И Дмитрий Бородаев Дима, привет! Расскажи еще раз правильно, чего ты президент Добрый день, уважаемые радиослушатели Это Московская международная ассоциация гитарного искусства Некоммерческая организация Которая призвана продвигать искусство классической гитары В России, во всем мире Так как она международная У нас много членов ассоциации по всему миру Мы проводим конкурсы, фестивали Ищем таланты Оказываем им поддержку, в том числе материальную Вот, различные концерты Очень много конкурсов, фестивалей при нашей поддержке Проходят Ну вот, как-то так Это ассоциация Стояла у истоков этой ассоциации? Да, эта ассоциация родилась в 2018 году Ну, там у истоков 10 человек Стояла и стоит Вот, все, слава богу, живы-здоровы Это наши ведущие гитаристы И не только Ну, это Дима Иларионов Роман Зорькин Евгений Финкельштейн Композитор Антон Лукченко Дирижер Арман Тигранян Наши ведущие, также педагоги Школы искусств в Москве Это Татьяна Левина, Виктория Налетова И Илья Подольский Александр Фельченков Ну, в общем, такая большая когорта Вот, ну, это хорошо Значит, многим людям это интересно Почему вы решили так вот собраться И это устроить? Нет больше подобных ассоциаций, фондов? Или в чем потребность вашей ассоциации В первую очередь И потребность, ну, в первую очередь Российских исполнителей Которые являются вашими подопечными? Ну, вы знаете, такой вот Всеобъемлющей организации нету Есть региональные союзы гитаристов Я знаю, в Воронеже есть В Самаре, в Петербурге А вот такая, которая была Такая разветвленная сеть Такой не было А почему она родилась? Ну, просто когда есть организация официальная То проще решать какие-то вопросы Проще действовать Проще, например, не знаю Визу получить для иностранных исполнителей Когда мы проводим фестиваль Вот мне сегодня утром разбудил, значит Консул из Мадрида Звонил, узнавал, что случилось А мы решили испанского дирижера Пригласить на открытие фестиваля Давида Гомеса Рамиреса Вот, ну Всегда, когда есть организация Которая может сделать запрос Или отстоять кого-то из своих членов Или просто какого-то музыканта Это хорошо Да, это прекрасно Ну, кстати, вот Глядя на твою биографию Удивляешься, как много ты успеваешь То есть ты и гитарист И там концертирующий гитарист И композитор И вот такая еще организационная На тебе деятельность А вот все-таки Что ближе тебе всего? Какая из этих ипостасей? Это все взаимосвязано Мы же знаем, что Ну, скажем так Институт менеджмента Вот артистического в России Он пока еще не очень активно развит Хотя сейчас уже появились Хорошие концертные агентства Вот, мы знаем Исполнители с ними сотрудничают Поэтому артисты вынуждены Сами себя организовывать Концерты, гастроли Не дай бог проводить какие-то фестивали Поэтому Ну, и ты как концертирующая органистка И у тебя есть свой фестиваль Ты прекрасно это понимаешь Что рано или поздно Ну, в жизнь любого артиста Как бы входит И вот эта немножко Организационная жилка И в конечном итоге Кто этим обладает Вот этой организаторской способностью То ты Ну, как-то хорошо умеет себя Зарекомендовать Ну, а Композиции Я всегда Любил заниматься Еще с детства Ну, как-то вот Со скольки лет ты начал писать? Я еще учился В десятилетке В городе Харькове Вот это такая спецшкола Для одаренных музыкантов И там вот я стал Так в Риге Школа Дарзине Да, вот здесь В Риге школа Дарзине И такие десятилетки Наподобие вот Центральной Московской Музыкальной школы В Советском Союзе Наверное, построили Во всех крупных городах Да, и это здорово Это потрясающе Потому что я помню Свои ощущения Что когда я Ну, я же как все дети Учился сначала В общеобразовательной школе И параллельно В музыкальной Вот И я помню Как вот Я выиграл Международный конкурс В Болгарии И для меня решили Как гитарист Нет-нет, как гитарист Я, естественно Как исполнитель Начинал И для меня решили Открыть класс Вот в этой Харьковской Средней Специальной музыкальной школе Вот И как я попал Вот в эту среду Своих единомышленников Что там все музыканты И разговоры только Значит Абахи Рахманина Шостаковича Прокофьев И так далее Вот И три года Я там просто Купался Как, не знаю Как рыба в воде Вот Представляешь То есть для тебя Специально сделали класс Пригласили педагога Чтобы ты занимался В этой школе После конкурса Да Да, да Так и было Пригласили педагога Из Харьковской консерватории Это Владимир Игоревич Доценко Вот И он там Вот со мной С единственным учеником Занимался На меня тут же набросились Значит Все Скрипачи Виолончелисты Давай играть Значит Паганини Трио Дуэты Там Сонаты Вот Я отбивался Как Ну Играл много Камерной музыки То есть Для скрипки И гитары Да Потому что Действительно Очень много Камерной музыки Для оригинальных Вот таких Составов С гитарой Написано Это У меня зайчик Двух колес Но по краям Еще маленькие Такие Два колеса Чтобы не упасть Вот И мы с папой Значит Гуляли Что-то мне там Лет шесть было Я Значит Разгоняюсь И врезаюсь В столб Значит Авария Произошла Вот Папа бежит за мной На столбе Значит Объявление Набор Музыкальной Школы Таким образом Значит Я стал гитаристом Но Ты же не стал пианистом Не стал скрипачем Нет Ну там да Такая была Запутанная история Я вообще Сначала Поступил В эту Школу искусств Мне сказали Что к музыке У меня данных Нет К сожалению Отсутствует Да А вот Нарисование Вполне В общем Готово Меня взять Я пошел В художники Подался Вот Но сказали Ну вы знаете У нас тут вот Открылся факультатив По гитаре Классической Не хотите ли вы Попробовать Ну и Мы пошли А там педагог Оказался И я это узнал Уже спустя Десять лет Учебы Когда уже в Москву Приехал Оказался Один из первых Выпускников Александра Иванова Крамского Нашего Великого Советского Гитариста Вот в 60-х годах Он у него Поступил к нему В училище Примосковской Консерватории Когда там Только открыли Класс гитары Вот И я потом Уже в книжке Натальи Александровны Ивановой Крамской Которую она О своем отце Писала Увидел фотографию Смотрю А там стоит Мой первый Педагог По гитаре Вот Ну вот Как-то Да Этот инструмент Мне очень понравился И помню Я всегда с удовольствием Занимался Ну как-то пошло Пошло Потом у меня еще был Один педагог Скрипачка Елена Уманская И потом Меня на конкурсе Заметил Вот Владимир Доценко Это профессор Харьковской Консерватории Знаменитый Украинский Гитарист Вот И мы стали Брать у него Консультации Вот В результате Консультации Я выиграл Конкурс Международный В Болгарии Вот И открыли Класс И дальше Уже Значит я Все Бесповоротно Бесповоротно В музыке Бесповоротно Мне так любопытно Что В училище Примосковской Консерватории Есть кафедра Органа А вот уже В консерватории Самое Отсутствует Отучился И до свидания Я тебе скажу больше В училище Консерватории Есть Класс Классической Гитары В консерватории Его нет Тоже Отучился Но в консерватории Спасибо Ректору И Всем Кто принимал В этом участие Ученый совет Профессора Вот Пять лет назад Открыли факультатив По классической Гитаре Это впервые За всю историю Произошло Это такой Большой прорыв Я веду Этот факультатив Для меня Это большая Честь Вот И могу сказать Что Интерес У студентов Очень большой Каждый год Ко мне Ну порядка Двадцати человек Записывается Все хотят Играть на гитаре В общем Это и композиторы И теоретики И скрипачи И духовики И вокалисты В общем Поголовно Вот А как ты успеваешь Если учесть Что у тебя Помимо Этой педагогической Нагрузки Как гитар Ты еще Инструментовку Преподаешь Еще и концерты Ты играешь Ты спишь Или ты эту функцию Исключил Иногда 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 Не высыпаюсь Да Ну то есть Во сколько тебе лет было Когда ты врезался Значит В музыкальную школу Ну лет Шесть-семь Вот так Давно было Да То есть Господь привел тебя В музыке И затем Ты уже А когда Начались Первые произведения Когда начал писать Вот А сочинять Ну я говорил уже Еще начал В музыкальной школе Потом в училище Потом Значит Была такая история Кто-то значит Из однокурсников Бросил там Фразу Что Да что там Для гитары Написано Ничего интересного Не написано Вот Я так разозлился Написал Сонату Для скрипки И гитары Вот И мы сыграли Ее значит На Отчетном Концерте Училище В Рахмановском Зале Консерватории С Казахстанским Скрипачем Который Ну учился В Москве Дияр Косенов Вот И там Потом значит Директор училища Ко мне подошел И сказал Ну молодец Не знаю Кто ты больше Гитариста Или композитор Значит Еще Увидим А потом Ну тем не менее Я как профессионально Все-таки Занимался Именно гитарой Вот А композиция Была так Поскольку Поскольку А потом Наша консерватория Московская Объявила Конкурс Написание Концерта Для гитары С оркестром Вот И я решил Принять в нем Участие Конкурс Назывался Очень так Андаусские Ветры Вот Надо было На испанские Темы Написать Концерт Вот И я Я так подумал Что в консерватории Жи гитары Нет Вряд ли Что-то толковое Напишут Потому что Ну гитара Такой инструмент Если вот Не умеешь Вот этой вот Специфики Не знаешь Как бы Тактильный Да Как писать Для инструмента Трудно что-то Написать Не рояль Вот И я написал И получил там Вторую премию А первую премию Получила уже Аспирантка Консерватория А я еще даже Вот Официально Не композитор Взял вторую Вот И мы потом Играли этот концерт В Гранаде В зале Мануэля Дефали И С сводным Российско-Андалусийским Оркестром Вот И Играли В большом зале Консерватории Вот И я помню Мне значит Потом говорит Дима говорит Ну ты даешь Люди говорят Всю жизнь Значит Пять лет учатся В консерватории Чтобы там Выйти на Отчетном концерте На эту сцену Большого зала Консерватории Вообще попасть туда Выйти сыграть что-то А ты не учася Уже значит Сыграл Значит с оркестром Еще и свой концерт Для гитары С оркестром Война и дебио Да Но вот Председатель этого конкурса Владислав Германович Агафольников Наш Великий композитор Народный артист У него кстати Вот юбилей в этом году Восемьдесят пять лет Вы дружно все праздновали Здоровье Да Праздновали Все ставшие известными Композиторы Встретились Да Конечно Вот он мне позвонил Сказал что вам надо Заниматься Серьезно Композиция У вас есть Все данные Поступайте В консерваторию Я окончив Институт По классической гитаре У Ивановой Крамской Поступил Опять На первый курс В консерваторию Еще пять лет Значит Как композитор Потом ассистентура Стажировка Ну и потом Тебе повезло Еще получить Второе бесплатное Образование Или ты уже попал Мне повезло Я вот Мне как-то так Складывается Жизнь Что я все свои Образования Вот выше За деньги получаю Получаешь Платишь Своим Просто Ну я же Да Как я приехал Из Харькова То есть я был Гражданин Украины Вот Ну в училище Слава богу Там была еще Директором Лариса Леонидовна Артынова Знаменитый Директор Она там Сорок Или больше лет Была директором Она как-то Своей властью И решила Чтобы я там Учился бесплатно Вот А уже потом В институте Мне сказали Дружок Ты иностранец Давай Значит Плати Вот А Потом уже Я получил Российское гражданство Ну пришел В консерваторию Ну мне сказали Ну у вас же есть Одно высшее образование А второе Только за деньги Я думаю Что ж такое Опять Вот Ну смотри Многие смеются Когда получаешь Высшее экономическое образование Бухгалтер Юридисты Они свое образование Обложенные деньги Могут за пару Ну максимум Тройку лет А музыканту Музыканту Возможно Музыканту Сложно Потому что Цены Я помню Когда были В московской Консерватории И я увидела Эти цены То есть они Как бы для Иностранцев Иностранцев Прямо Которые приехали Из Японии Кореи Китая Да Это копейки Это для них Совершенно копейки А вот для Белорусов И украинцев Это конечно Быляющие суммы Мне повезло Я еще учился Ну цены еще были Более-менее подъемные Ну и потом Я работал Я уже 16 лет Я педагогикой Активно Занимался Поэтому Ну была Была возможность Все-таки Оплатить Слава Богу Ну потом В аспиратуре Я уже учился Бесплатно Все-таки Да Потому что Это была Единственная Единственная Аспиратура Да Единственная Да Меня конечно Как органист Интересует Твой дуэт Ты много Играл с Гарри И Трикяном И в частности На моем фестивале Органный Вечера в Кусково А сейчас Скажем так Твой органный Дуэт стал еще Более полным Потому что Твоя супруга Елизавета Бородаева Да То есть Я уже забыла Какая была фамилия У Лизы до этого И вот Шабалина Шабалина То есть Ты стал совсем Ваш дуэт Много ли ты стал писать Для органа И вот Для дуэта Гитары орган Ну Я не могу сказать Что я прям Стал много Для органа писать Но правда Недавно написал Вот Сочинение Оно посвящено Моей супруге И называется Уральский аметист У меня супруга Из тех краев Из пермского края Вот И это сочинение Вот Получило Как это Правильное сочинение Вторую премию Кажется Вторую премию Нет Она не получила Вторую премию Нет Нет Это был конкурс Вот Новые классики Арган Таврида Большой международный конкурс Вот он только буквально Закончился Там было что-то 350 участников Из 46 стран Вот Из них отобрали 10 лучших работ Это лауреатские работы Которые все Прозвучали В большом зале Консерватории Вот А играл эту работу Ваня Скоморохов Тоже замечательный Органист Нет Вадимир Скоморохов Или Ваня Царёв Нет Нет Я всё время путаю Меня тоже жена Ругается Ваня Царёв Володя Скоморохов Да Скоморохов Володя Вот А жена В это время Играла конкурс Таривердиева Вот Поэтому она не смогла Была же Да И вот там Я стал лауреатом А супруга На следующий день Значит Выиграла конкурс Таривердиева Вот Ну и что-то там Немыслимое количество Наград Там кроме первой премии Ещё 11 спецпризов Кстати Вот она в Риге Будет в Домском соборе Да Я видела Что в Домском соборе И мне будет Это чудесно Да Сейчас она тоже На гастролях Вот Мы стали Немножко реже видеть Ну Тем Тем Ярче будет Встреча Скажи пожалуйста Вот Наши Красные нитью Нашим разговором Проходят конкурсы 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 И собственно говоря Ты очень обрадовался Нашей беседе Да О том что мы будем Беседовать Потому что у вас Опять-таки На носу Какой-то конкурс Вот Расскажи об этом Конкурсе И в принципе Вот о конкурсной Жизни О конкурсах В твоей жизни Как гитариста И как композитора Ну вот В октябре С 20 по 24 октября Это уже Совсем скоро Пройдет второй Международный Конкурс Фестиваль Который называется Время гитары Мы его придумали В 19-м году Тогда проводился Первый конкурс Мы его проводили С Российским Музыкальным союзом Вот А второй конкурс Мы уже проводим Сами Мы уже там Достаточно Окрепли Как организация Вот И идея конкурса В чем Это конкурс И гитаристов И композиторов То есть Зимой у нас был Конкурс композиторов Тоже было много заявок Из девяти стран И лауреатские сочинения Стали обязательными Для исполнения В программе Конкурса Которая будет сейчас То есть Эти Первые премии Композиторы Которые Выиграли Их сочинения Будут исполняться В октябре На конкурсе Исполнителей Но это Конкурс Исполнителей До 35 лет Там есть разные категории И юниоры И профессионалы Кроме того Кроме конкурсных прослушиваний Пройдет фестиваль Это концерты Открытие будет В соборе На Малой Грузинской 20 октября Будут исполняться Концерты для гитары С оркестром Значит Исполнители Вот Сейчас я подведу К этому Хорошо Прости Значит У нас такой хороший состав Исполнителей Это Мексиканский гитарист Маурисио Диас Альварес Мексиканско-испанский Вот нам удалось Добиться Чтобы мы дали визу В такие непростые времена Значит Будет белорусский гитарист Павел Пухта Будет гитарист Санкт-Петербурга Антон Баранов Евгений Финкельштейн Наш знаменитый профессор Роман Зорькин Вот А оркестр Будет Камерный Называется он Московская симфонета А дирижер И художественный руководитель Ваш покорный слуга Вот Это еще Третье А я Четвертая ипостась Четвертая То есть писала Дирижировать И когда ты начал Дирижировать А ну Дирижирование тоже Меня всегда Увлекало Вот Но Заканчивая Консерваторию Значит На выпускном Экзамене Я решил что Я сам соберу Оркестр Продирижирую Своё сочинение Оно называлось Как раз таки Симфониета Вот И мы его Неоднократно Дирижировали В Рахманиновском зале И в Большом зале Консерватории Вот Ну я Как-то вот это Спонтанно Сложилось А потом Я решил Оркестр назвать Московская Симфонета Вот Ну я надеюсь Будет Ну это моё Такое Детище Да Любимое Я надеюсь Будет Хороший Концерт Я уверен Кстати Приедет Ещё и Дирижёр Из Испании Вот Это Давид Гомес Рамирес Сегодня Мне подтвердили Из Мадрида Что Ему дадут Визу Культурную Так что А он Также часть Программы Продирижирует Это будет Открытие Фестиваля Затем Будет Два Концерта В потрясающем Зале Это Галерея Нико На Большом Тишинском Переулке Там Шикарная Акустика И скульптуры Картины Очень атмосферное Место Я всех Тоже Приглашаю Это будет Концерт Московского Гитарного Трио Роман Зоркин Виктория Налетова И Дмитрий Бородаев Тут я уже Буду играть На гитаре Вот И будет Концерт Отделение Будет играть Маурисио Диас Альварес Павел Кухта И Антон Баранов Вот Это будет Такая концертная часть Ну и помимо этого Естественно Будут конкурсные Прослушивания Мастер-классы Какие-то Презентации Творческие встречи Будет Галоконцерт Да Еще я не сказал Не сказал важную вещь К нам приедет Канадский гитарист Роман Смирнов Который Получил Гран-при На конкурсе Композиторов Время гитары Его сочинения Как раз будут В числе Обязательных Но на открытии Фестиваля В соборе Он сам их Исполнит На Своей гитаре Вот Он еще и Замечательный гитарист Вот Так что Я Мы Поднимаем заявки До первого октября Вот Если кто-то из Риги Хочет приехать Поучаствовать В новости Просим Еще есть Возможность Ну А ты думаешь Это возможно И вы сможете Помочь с визами Участникам Потому что Сейчас же Вот это вот Очень сложно Попасть в Россию Ну Я не знаю Конкретно Ситуация Вот Какая С вашим регионом Ну В принципе Возможно Ну К нам Вот я говорю Еще раз Из Мексики Приезжает Гитарист Из Испании Ну Мы пишем Официальные запросы Объясняем Есть там Даже Для участников Будете писать Официальные запросы Ну Конечно Мы с удовольствием Пишем Да Да Прекрасно Тут проблем нет Вот это еще Один из плюсов Вот Того Что есть Такая Организация Московская Международная Ассоциация Гитарного Искусства Да Прекрасно Ну а Расскажи Какую роль Сыграли Конкурсы В твоей жизни Сейчас рассказала О вашем конкурсе Как он еще раз Называется Конкурс Фестиваль Время гитары Время гитары Да Да Ну Кстати Вот по поводу Конечно Визовой поддержки Тут Большую Большую помощь Оказывает Там институт Сервантеса Им спасибо большое И посольство Мексики В Москве Там есть люди Очень заинтересованные В искусстве Прямо Они ходят Там Пресс-эташе По культуре Она приходит На Концерты Она была у меня На концерте В Москве И Санкт-Петербурге В общем Дай бог Что есть такое Отношение Вот Поклон По поводу Конкурсов Ну Лен Ты же знаешь Как бы Я немножко Еще из того Хотя Нет Я уже не из того Поколения Вот когда Конкурсов было мало Их уже Было много Но Сам я Не в большом Количестве Конкурсов Участвовал Почему Потому что Наверное Ну все-таки У меня Несколько направлений Деятельности Я когда Получил образование Как гитарист Я потом Серьезно Занимался Композицией А этот Отнимает Тоже Очень много Времени И сил И вот Это Организационная Работа И Дирижирование Поэтому Ну конечно У меня есть В обойме Несколько Международных Конкурсов По Гитаре Есть Естественно И победы На композиторских Конкурсах Это Сочинение Для гитары И для органов На двух Органных Конкурсах Я принимал Участие И Какие-то Симфонические Работы То есть Да Но Сейчас же есть Ребята У которых Там В резюме Написано Что Выиграл Более Ста Конкурсов Из них Там Пятьдесят Первых Премий Вот А человеку Там Тридцать лет Думаешь Это Так Каждый Месяц Да Каждый Месяц Мы же Понимаем Да Нет Конкурс Это замечательно Это сейчас Прекрасный Как бы Такой Трамплин И возможность Да Получить Какой-то Концерт Или гастроли Это узнаваемость Вот Ну правда Вот сейчас Была пандемия Конкурс Все конкурсы Перешли В Раздел Онлайн Это немножко Конечно Не Не то Вот Мы кстати Вот в прошлом году Не проводили Конкурс По этой причине Потому что Не захотели Онлайн Все-таки Решили провести Живьем Это особая атмосфера Когда ты выходишь В зал Сидит в жюри Ты играешь Вот Есть над чем Поволноваться Вот Ну Это Нужный механизм Но я бы не стал Зацикливаться Например Вот Своим студентам И ученикам Я никогда Я никогда Не гоняю Их по конкурсу Я Как бы Считаю Три-четыре Конкурса В году Для Ребенка Вполне Достаточно Три-четыре Это достаточно Много Даже Ну Ты понимаешь Есть Сейчас дети Которые Каждый месяц Играют На каких-то Конкурсах Иногда И по два раза В месяц Вот Поэтому Ну Три Ну Два Да хоть Один Просто Тут же Надо понимать Еще Как бы Специфику Подготовка Конкурсу Это одно А Освоение Вот Нового Репертуара Работы Над Какими-то Там Глубокими Детальными Вещами Там Ну Не знаю Я вот Когда Учился В Мерзляковском Училище Да Поликонсерватории Вот Там я помню точно Что Практически Все Значит Скрипачи Которые Поступали Они полгода Не ходили В оркестр Потому что Педагог Им ставил руки То есть Они Даже Вот Просто Играли Какие-то Вот Упражнения Чтобы Поставить Аппарат Естественно О никаких Конкурсах Тоже Речи Речь Не шла Вот Поэтому Ну Я считаю Если есть Уже Репертуар И Есть Какой-то Уровень И Не стыдно Себе Показать И Свои силы Проверить Тогда Да Иди на Конкурс Показывайся Но Не как Самоцель То есть Все-таки Учеба Не ради Подготовки Конкурса Да Вот Ну Вот Как-то Так Как ты В принципе Считаешь Вот Пандемия Насколько Внесла Изменения В наш Мир Классическую Музыку Я думаю Я думаю Мы Больше Стали Ценить Концерты Не знаю Мне Как-то Кажется И Публика Как-то Горячее Сейчас Принимает Артистов Ну Вот Те Концерты Которые Вот Сейчас Были Последние Очень Горячо Очень И Как-то Больше Стали Ценить Живое Общение Ну Музыканты Естественно Они Вообще Для них Сцена Это Как Вода Для рыбы Их На год Выбросили На сушу Они Задыхались Вот Поэтому В первую очередь Мы Какие-то Вещи Стали Больше Ценить Ну Сейчас Все Стали Больше Из жизни Стали Больше Ценить Да Вот И Возможность Пообщаться Живьем Ну В плане Вот Как Композитора Для Композитора Практически Ничего Не Поменялось Я Помню Был Даже Какой-то Мем Значит Жизнь Композитора До Пандемии Значит Он сидит Там За Компьютером Пишет Музыку Жизнь Во время Пандемии Он сидит За Компьютером Пишет Музыку Ну Действительно У нас Работа же Такая Она Внутренняя Она Не Видна Видно Только Когда Премьера Ну Естественно Конечно Какие-то Премьеры Сорвались Вот У меня Должна Быть Исполнение На Другом Крупном Фестивале Это Виртуоза Гитары В зале Чайковского Артем Дервоед Там Должен Был Оградить В 19-м Году Мою Фантазию На тему На тему Опера Кармен Для Гитар С Оркестром Вот И за Два Дня До Этого Исполнения Значит Случился Локдау Вот Было Очень Обидно Вот Но Слава Богу Фестиваль Перенесли С Программой И Это Прозвучит В 22-м Году Поэтому Ну Будет Больше Времени Выучить Текст Лучше Позаниматься Да Подготовиться Какие Произведения Ты Посоветовал Собственное Сочинение Послушать Нашим Слушателям Чтобы Познакомиться С твоим Творчеством Ну Есть Записи Хорошие Ютуб Это Арабески Для гитары И органа Очень Люблю Это Сочинение Оно Такое Интересное Там Переплетен Восток И Как бы Восточные Интонации И Западные Европейские Формы В которых Написано Ну И плюс Само Сочетание Тембра Гитара И орган Концерт Для гитары С оркестром У меня Есть Вот Тот Самый Который Я Писал Еще Не будучи Студентом Консерватории Это Тоже Есть На канале На моем Ютуб Что Еще Есть Любопытное Сочинение У меня Это Концерт Для Пипы С оркестром Пипа Это Китайская Лютня Была Премьера В Шестнадцатом Году В Шанхае Я туда Ездил Как Единственный Приглашенный Композитор Из России На фестиваль Китайской Музыки Вот Там Исполнялся Концерт Для Пипы С оркестром Называется Лодка Дракон Это Запись Тоже Запись Сохранилась Есть Запись Из Чанхайской Филармонии Там Шикарные Оркестры Солистка Тоже На моем Канале Ютуб Есть Вот Ну там Много Всего Разного Но вот Эти Такие Мои Любимые Пожалуй Пожалуй Есть Еще Хорошая Запись Этюды Картины Для Гитары Соло Тоже Рекомендую И Есть Интересные Дуэты Для Гитары И Клавесина Вот Совсем Недавно Мы с Елизаветой Она Помимо Того Что Органистка Она На Клавесине Прекрасно Играет Мы Играли Концерт В Рахвановском Зале Консерватории И там В том Числе Были Мои Сочинения Ренессансные Танцы Для Гитары И Клавесина Запись Есть Тоже На Моем Канале Ютьюб А Совсем Скоро Мы Будем Играть Эту Программу В Доме Музыки В Камерном Зале Приглашаем Дорогие Друзья У нас В гостях Сегодня Российский Гитарист Композитор Президент Московской Ассоциации Гитаристов Дмитрий Продай К сожалению Наше Время Подходит К концу И Конечно Когда На концерты Могут Ходить Только Вакцинированные Это Такие Условия В Риге Сейчас Это Точно Так же Применяется И В России Сегодня Видела Как Денис Масуев Написал В своем Блоге О том Что Наконец То Впервые За Последние Годы 100% Зала Но Это Только Для Вакцинированных Конечно Мне бы Не хотелось Чтобы Наше Общество Разделялось Так На Вакцинированных И На канале Ютуб И Приглашаю Вас Познакомиться С сочинениями Замечательного Композитора Гитариста Дмитрия Бородаева Нашего Сегодняшнего Гостя И Мы В комментариях В фейсбуке Я публикую Ссылки На его Произведения Чтобы вам Не пришлось Искать И Недра Ютуба Вас Ввели Совершенно В другую сторону Дмитрий Взитин Очень интересный И исполнитель И Кстати Может быть Как раз Имеет Смысл Познакомиться С его творчеством Где он сам Играет На гитаре И его супруга Елизавета Бородаева Играет на Организме На клавесине Желаю вам Всего самого доброго Скоро вернусь В Рибу Будем общаться Вживую И все Вновь будет Налаживаться Рада встрече С вами Дорогие друзья И До следующей среды С вами будет Органистка Анна Виклугина А сегодня С нами был Гитарист Дмитрий Бородаев Дима Спасибо Спасибо Алина Спасибо за интересное Беседу И вам Уважаемые Радиослушатели Всего доброго Спасибо